Ликвидирован международный канал торговли людьми между Украиной и Западной Европой. Совместную операцию провели украинская полиция, пограничная служба и правоохранители Франции. Операции по задержанию преступников предшествовали полгода разыскной работы. Информация о их деятельности поступила в октябре прошлого года. Украинская группа мошенников вербовала граждан будто бы для работы во Франции. У Франции, используясь врагливым установщем наших граждан, у них отбирались документы и их преимуществовали обратиться к органам социального защиты с метою отримания статусу беженцев. После отримания соответствующих документов и карток, на которые подходили деньги, они отбирались у потерпелых, а потерпелие отбирались к Украине. На территории Украины задержана группа из 8 человек. Полиция Франции задержала еще 6 украинских граждан. Группа людей совершила подбор граждан с низким социальным уровнем жизни, с большим урон. Жертвам пропонували так звану мандривку Европы, за что остальные мали отримать по 200 евро денег. По прибытию до Республики Франции, злоумисники отбирали у мандривников документы, а единой умовой для повернения их домой было выполнение статусу беженца. Так, протягом піврока им щомесяця нараховали 300 евро социальной компенсации. Використовуючи становище жертв, злочинці отримували на руки банковские карты та кошти, які надходили на рахунок. Только на территории Украины проведено 49 обысков. У задержанных изъяты паспорта обманутых граждан, сим-карты разных операторов, банковские карты, оружие и наркотики. По предварительным данным, преступники обманули не менее 100 человек. Людей удерживали силы и заставляли работать на похитителе. Заставляли принудительно выполнять какие-либо хозяйственные работы? Ну да. Приходилось робити. Вам выплачивали какие-то деньги за проделанную вами работу? Нет. За хозяйство обливайся, город посадай, пообираю хатик, помей, постираю одежду. Физическое насилие к вам применялось? Да, болотки, конечно, ну, них не идти. Вы могли уйти сами отсюда? Если бы можно было, выговорите. Спасибо, что вы получите со свободой. Ну, для чего статус беженца? Пособие они давали, там, на карточку деньги. Давали разные деньги, продукты, социальную помощь. Задержанных в Украине сообщено о подозрении по признакам части 2 ст. 149 Уголовного кодекса «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека». Участникам преступной группы грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова